Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 9, 10 и 11 стих. Первое Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха. Апостол Павел пишет к церкви, заметьте, он пишет к верующим людям. Это послание не написано к людям мирским, к верующим людям, к церкви. И если вы прочитаете контекст, вы увидите, что в этой церкви была проблема. Братья, сестры, которые были в этой церкви, они, как Писание говорит, они между собой ссорились. Между ними были определенные споры. И дело дошло даже до того, что один другого тащил в суд. И судья, неправедные судья, мирские судья судили их дела. И поэтому апостол Павел обличал их. Он говорил им, как такое может быть, что брат с братом судится и при том пред неверными. Он пишет, что это унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но и он обличает и говорит, но вы не то, что не хотите терпеть или оставаться в таком состоянии. Вы и сами обижаете, и вы отнимаете, при том у братьев своих. И далее он говорит очень серьезные слова. Послушайте, или не знаете, что неправедные царства Божия не наследуют. Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Посмотрите еще раз внимательно. Это послание к верующим людям. Вы спросите, а как такое может быть? Неужели в среде верующих людей такое может быть? Неужели верующие такими могут быть? Но если послание написано к церкви, значит может быть. И апостол Павел строго-настрого предупреждал, он говорит, не обманывайтесь, братья и сестры, не обманывайтесь. Неправедные люди, которые не живут праведной жизнью, Царство Божие не наследуют. Слава Иисусу, мы, принявшие Иисуса Христа, имеем наследие Иисуса Христа. Какое оно? Вечная жизнь. Мы имеем уже при жизни на этой земле вечную жизнь, имеем возможность получить вечную жизнь. И смерть, это всего лишь будет переход от земной жизни в вечную жизнь с Богом. Мы знаем прекрасно, когда приходят похороны, мы все про это помним и даже говорим, пусть будет Царствие Ему Небесное. Мы все про это думаем, мы знаем в нашей стране про это. Но посмотрите, что пишет апостол Павел. Он говорит, не обманывайтесь, Бог не будет смотреть на ваши грехи сквозь пальцы. Он предупреждает о серьезных вещах. Люди, не живущие праведной жизнью, Царство Божие не наследуют. Не наследуют. Они не получат наследие, которое Бог обещал дать всякому верующему через Иисуса Христа. И дальше он перечисляет. Я хочу немножко поподробнее остановиться. То же это за люди? Блудники. Блудники. Кто такие? Это люди, которые имеют интимное отношение до брака или без брака. Всякое сожительство. Всякие интимные отношения мужчиной или женщиной вне брака является грехом. Более того, Библия говорит, что обращаясь к мужчинам, и я добавлю, и к женщинам тоже. Если кто смотрит на противоположный пол с вожделением, он уже блудодействует в своем сердце. Человек блудливый может грешить в своем разуме, в своих мыслях и в своем сердце. Идолослужители. Библия говорит, что идолослужители Царства Божие не наследуют. Ну как же в церкви такое может быть? Как же? В церкви мы же ведь поклоняемся Иисусу Христу. Мы верим в единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Мы почитаем Троицу. Для нас Библия является авторитетным Божьим Словом. О чем, брат Павел, ты говоришь? О каком идолослужении? Да-да. Апостол Павел обращает внимание, он говорит, в церкви людям при всем при этом могут быть идолослужителями. Одна из таких вещей этого мира, мамона, богатство. Золотой Телец. Когда мы живем в этой жизни, и потом мы приходим к Богу, и на какое-то время Бог становится центром. Центром всего. Он становится выше всего, выше семьи нашей. Свою семью мне дал это Бог. Раньше дети были на меня, у меня приоритеты. Но когда я принял Христа, я понял, потому что Бог, я понял, Бог дал мне этих детей. Христос хранит их, и Он стал выше, чем мои дети. Моя работа, мое здоровье и так далее. Когда я принимаю Христа на какое-то время и на какой-то период, Христос становится центром моей жизни. Он является объектом моего поклонения. Но проходит время, и вдруг с нами что-то происходит. И как-то ты чувствуешь и смотришь, что Христос уже не является центром твоей жизни. Ты больше думаешь о том, как бы заработать, да заработать побольше. А Писание учит нас, чтобы мы учились быть довольными тем, что мы имеем. Чтобы мы были довольными. И мы должны развивать это чувство. Да, Бог силен обогатить нас на всякое доброе дело. Но когда мы меняем, размениваем Бога, размениваем служение Богу на служение мамоне, деньгам или еще чему-либо в этой жизни, мы становимся идолослужителями. Мы служим не тому, чему должны служить. И поэтому апостол Павел предупреждает, никакие идолослужители, они не унаследуют Царство Божие. Поэтому посмотрите в свое сердце, есть ли в этой жизни что-то важнее, главнее, выше, чем Иисус Христос. И если это есть, вы уже имеете в своем сердце идола. Может быть, вы еще не служите Ему, не поклоняетесь Ему, не уделяете столько времени, но Он уже появился, уже выше. Далее, посмотрите, апостол Павел пишет, не обманывайтесь, прелюбодеи Царство Божие не наследуют. Кто такие прелюбодеи? Это люди, которые находятся в браке, но они изменяют своему супругу. Библия называет их прелюбодеями. Они имеют мужа или жену, но ходят, как в этом мире, на сторону. Писание говорит нам, такие люди Царство Божие не наследуют. Четко и ясно. Вы знаете, я был как-то на похоронах. Это был мирской человек, мой знакомый, я знал его жизнь. Вы знаете, все так было на похоронах, красиво, религиозно. Был священник. Говорили такие хорошие слова. Желали ему небесного царства. Некоторые были даже уверены на сто процентов, что он туда попал. Но я знал его жизнь. Его годный характер. Я знал, что он изменял своей жене. И я знал, что он был разбойником, вором. И я понимал, читая Священное Писание, что это все, все, что происходит здесь на кладбище, вокруг этого мертвого тела, это все вранье. Это все неправда. Это обман. Люди обманулись, позволили, чтобы их обманули. Апостол Павел прелюбовит царство, боже, не наследует. Дальше он пишет Малакии. Вы знаете, это тоже относится к сексуальному греху. Разного рода извращения, рукоблудие. Сегодня мы сможем видеть, вот есть даже такие магазины. Мы как-то проезжали с женой Носерова возле одного магазина, знаете, секс-шоп. Я ни разу не был в таком магазине, дай Бог, чтобы мне там и не быть, вот так. Но я смотрю, что люди захватывали, знаете, как продуктовые. И у них это истинно. На Алиэкспресс в интернете продают разные штуки, от которых сразу хочется пролистнуть. Но знаете, если вы обратите внимание, сколько человек купило их. Там есть список. Вы посмотрите, что Библия говорит, что Малакии и Царствие Божие не наследуют. И если ты не можешь воздерживаться, женись, выходи замуж. Но ни в коем случае не вытворяй это. Бог дал тебе тело совсем для другого. Далее Писание говорит мужеложники. Посмотрите, посмотрите, какая волна гомосексуализма. Она надвигается, она идет. Сегодня это считают нормой. Нормой поведения. Я помню, в советское время, когда мы жили, не было такого. Такого не было. Если человек являлся гомосексуализмом, он не имел влечения к своему полу, его считали психически нездоровым человеком, и он мог попасть в психиатрическую лечебницу. У нас на Куйбышево были такие люди. Была уголовная статья за мужеложство. Пять лет общего режима могли посадить человека. А сегодня, посмотрите, это пропагандируется, это продвигается. Это приводится к норме поведения. Ну как, это же свобода выбора. Конечно. Конечно. Свобода выбора также в принятии Иисуса Христа. Да. Мы выбираем. И наш выбор. Говорит, и мы будем виноваты. Но Слово Божье, оно учит нас, и оно говорит, что мужеложники Царства Божьего не наследуют. Не обманывайтесь, не наследуют. Далее. Воры. Воры. Я помню период, тоже, наверное, такое, в советское время. Ну все воровали. Да, братья, сестры? Друзья. Кто в советское время? Почему? Все тащились. Ну может быть, я перегнул палку. Может быть, были такие люди честные. Может быть, были люди такие, которые даже гвоздика они не могли совестливать. Но обычно, если я работал на производстве, на заводе, на государственном производстве, обязательно оттуда хоть гвоздик, но вынесу. А как? Мы же оправдывали это. Мой тесть работал на железной дороге. Плотник Столлер. Вы знаете, ну, когда я приходил к нему на дачу, смотрел на эту дачу, я понимал, откуда лес. И знаете, все это так, как бы покрывалось. В туберкулезном диспансере была такая прорезь в воротах, откуда повара выносили продукты питания. И все на это закрывали глаза. На каждом производстве делали знания. Мы так жили, мы оправдывали. А помните счетчики? Все знали, как остановить счетчик. Некоторые умудрялись даже сделать так, как этот электрический счетчик, заставить, чтобы он крутился в обратную сторону. И государство оказывалось в долгу. Но Библия говорит, воры, они Царство Божие не наследуют. Как бы вы ни оправдывали свой поступок, воры Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. На сегодняшний день вы можете воровать у государства. Вы можете воровать у своего рода. Вы можете, если вы не платите налоги, вы зарабатываете деньги, но вы не платите налоги, у вас есть бизнес. Вы воруете, вы не делаете должное. Поэтому мы по максимуму должны к этому стремиться. И вы можете найти кучу таких оправданий и сказать, ой, очень большие налоги. Знаете, братья и сестры, вы не жили в Европе и в Америке. Там налоги намного больше. И люди платят. Но мы также еще и можем воровать и у личного человека. Но еще и одна вещь. Как доходит до такого безумия, что они воруют у Бога. И пророк Малахия, он предупреждал, и он говорил, вы обкрадываете Бога. Люди спрашивали, чем? Чем мы обкрадываем Бога? Вы воруете у Него чем? Десятинное приношение. Но Писание говорит нам, не обманывайтесь. Воры Царства Божия не наследуют. Не обманывайтесь. Далее мы идем. Апостол Павел пишет о неких лихаимцах. Кто такие лихаимцы? Лихаимцы. То есть люди, которые имеют желание или жажду иметь с лихвой. Как это? Сестра Тамара, займите мне, пожалуйста, тысячу рублей. И сестра Тамара говорит, хорошо, вернешь две. Но мне нужно, мне нужно это на лекарство. Или у меня есть какая-то проблема, мне нужно перехватить. И я здесь в церкви, я прошу, помогите, братья, сестры. Помогите. Да, конечно, но вернешь. И ты думаешь, Боже, то в банке легче занять. Девля будет. Лихаимцы. А люди, которые думают, как нажиться на чужом горе. Как нажиться на чужой беде. Я не говорю о том, что если я занимаю у кого-то на какой-то бизнес, на какое-то дело. Совсем другой разговор. Но если человек находится в нужде, он находится в проблеме. Вы видите это. И вы пытаетесь нажиться на его проблеме, помогая ему и ожидая получить от него с лихвой. Вы грешите. Лихаимцы царство Божие не наследуют. Вы будете стоять в одном ряду вместе с блудниками, идолослужителями, прелюбодеями, малакиями и мужеложниками. Лихаимцы царство Божие не наследуют. Нельзя наживаться на чужом горе. Нельзя. Это грех. И Бог не будет смотреть на нас сквозь пальцы. У нас было в церкви один человек. Хороший брат. Я очень любил его. И сейчас я его люблю. Но знаете, что он делал? Он продавал вещи, которые имели брак. Он продавал, пользовался. Он продавал это в церкви своим братьям и сестрам. Он продвигал или продавал вещи, которые они не стоили своей цены. И люди, которые покупали, они же верили ему. Они говорили, он же верующий. Он же ходит в церкви. Он не будет меня обманывать. Слушай, ну как, скажи, хорошая машина, двигатель, все, коробка, все хорошо работает. Брат, ты что? Все как часики. Все, да ты что? Да она даже не то, что не битая, не крашеная, даже капли краски. Так умел рассказывать. А потом, когда происходил расчет, этот человек садился в машину, и двигатель там, и оказалось и крашеная, и коробка. И он, когда приходил, показывал, ну посмотри, что ты продал мне. Ну, надо было смотреть внимательно. И я подозвал этого брата. Я говорю, слушай, ты делаешь ужасные вещи. Берег говорит, ты не останешься без наказания. Так Слово Божье учит. Если ты поступаешь с братом своим и с сестрой своей корыстолюбиво, ты не останешься без наказания. И я сказал, если такая вещь будет повторяться еще и еще, мы будем принимать здесь в церкви дисциплинарные меры, тебя отлучат. Как бы я к тебе хорошо не относился, не любил тебя. Но такие вещи нельзя делать, они недопустимы. Он обиделся, перешел в другую церковь. Это тоже наш выбор. Дай Бог, чтобы это пришло в его сознание и прекратилось. А если нет, Библия говорит, лихоимцы, наживающиеся, получающие с лихвой на чужом горе, они царство Божие не наследуют. Если вы посещаете церковь, но вот эти вещи, они пребывают у вас, мне вас жаль. Вы не наследуете царство Божие. Сколько бы вы лет не ходили в церковь. Далее Писание говорит о пьяницах. Вы знаете, кто такие пьяницы? Пьяница. Ну, брат мой, ну чуть-чуть же можно. У нас представление такое. Пьяница, это человек, который вот он постоянно ходит, такой, знаете, вот, уже у него на распашку грудь. И он такой вот шатается со стороны в сторону. И это у него каждый день. Мы так смотрим, мы думаем, вот это пьяница. Нет. Нет пьяница. Желающие чуть-чуть. Почему человек выпивает спиртное? Во-первых, алкоголь, он не приносит вред организму. Не приносит. Он убивает организм. Он убивает клетки головного мозга и не только. Он убивает печень. Он убивает желудок. Человек убивает сам себя. Я помню, был такой период, когда я спорил, я только пришел в церковь, и я спорил с пастором. Я говорю, ну где написано, что курить – это грех? Такого же нет в Библии, что курить – грех. Нет. Поэтому я ходил в церковь, и я курил. Может, здесь вот есть сестры пожилые, они, может быть, помнят. Я курил, потом перед собранием закусывал там лаврушечкой. Приходил собрать, чтобы не пахло, с сестрами общаюсь там. Но это все равно запах чувствовался. Сегодня не надо никакого доказательства нам. Слышите? На пачках сигарет написано. Там не Минздрав предупреждает. Там написано – курение убивает. Крупными буквами даже больше, чем само название сигарет. Алкоголь разрушает человеческий организм. Почему люди выпивают? У них есть определенная потребность. Я скажу вам. Мир. У них нет мира. У них нет душевного равновесия. У них нет покоя. Почему я в этом уверен? Потому что я сам пил. Когда я рассказываю, я говорю. Я от самой плохой бормотухи. До хорошего коньяка. Я знаю, почему я пил. Почему я хотел. Почему я искал. Потому что внутри меня была пустота. Но сегодня я говорю. Меня спрашивают. Сейчас что, Новый год, Рождество. Ну хоть бутылочку там. Хоть шампанского там. Я говорю, вы понимаете. Я испорчу себе праздник. Даже если я чуть-чуть выпью. Я испорчу. Почему? Внутри я чувствую себя хорошо. Мне не нужно это. Почему люди выпивают сегодня. Они ищут некий заменитель. Чтобы чуть-чуть поднялось настроение. Наверное, вы были на свадьбах. На дни рождения. Начало всегда грустное. Все сидят грустные. Я помню, пришел как-то родственников. Свадьба была. Все грустно. Я говорю, мужики, что грустные такие? Сидят там. Сейчас, подожди, начнется. Ждут. Когда дадут отмашку. И понеслось. Так жалко. Так жалко этих людей. Что они не знают настоящего счастья. Радости во Христе Иисусе. Писание говорит. Не упивайтесь вином. От которого бывает распутство. Но исполняйтесь Духом Святым. Пьяницы, ищущие этого люди. Не наследуют Царство Божие. Это говорит о том, что в их жизни есть духовные проблемы. Потому что, когда человек находится в правильном духовном состоянии. Ему не нужно это потустороннее. Принимающие вовнутрь, что поднимает твое настроение. Ему не нужно. Он находит успокоение души своей в Боге. В Слове Божьем. В молитве. Он пребывает в радости и счастье. Пьяницы. Царство Божие не наследует. Знаете, что странно? Что все эти вещи, о которых говорил или перечислял апостол Павел. Эти все вещи были в церкви. Так страшно. Думаешь, Господи. Каринская церковь такая большая. Но, тем не менее, эти вещи пребывали в среде верующих людей. Именно поэтому Павел говорил, не обманывайтесь. Далее он говорит о злоречивых людях. Злоречивый. Человек, который говорит злые речи о ком-либо или о чем-либо. У нас в церкви, некоторым сестрам, я строго-настрого говорил, перестаньте говорить о власти злые слова. Не добавляйте. Что мы делаем? Нам что-то не нравится. Не нравится политика, не нравится власть. Что-то идет не так, как нам бы хотелось. Или очень часто нас со стороны кто-то взбудоражил. Мы попадаемся на эту удочку и начинаем злословить. Друзья, вот что мы злословим кого-либо. От этого, начальника своего на работе, власть, может быть, ответственного за какое-то служение, пастора, или еще, еще не важно, просто брата и сестру. От этого, от того, что вы злословите, что-то изменится? От того, что вы проклинаете, посылаете проклятие в жизнь этих людей, что-то изменится? Нет. Нет. Лучше не станет. Но если вы начнете благословлять власти, молиться за их семьи, это же простые люди. Если вы начнете, ну, желать им доброго, участвовать как-то, что-то делать, чтобы было лучше, вы увидите результат. Злоречивые. Царство Божие не наследует. Ну, как так? Ну, неужели? Это же для некоторых, кажется, такая мелочь какая-то, говорить злые слова, быть злоречивым. Дорогие сестры, не надо быть злоречивым на отношении своих мужей. Успокойтесь, пожалуйста. Вы можете проехать мимо Царства Божия. Остановитесь. Пусть из наших уст исходит благоуха неприятная, не смертоносный запах, но добрые слова, благоугодные Богу. Вот такими мы должны быть. И далее Писание говорит о хищниках. Кто такие хищники? Хищник, который выследует добычу, догоняет ее и хватает, выхватывает ради собственной выгоды. Да, он ищет слабого и выхватывает у него добычу для себя. Это хищник. Это природа, которая находится внутри этого человека. Он ищет только свою выгоду. Но послушайте, одиннадцатый стих. Такими были некоторые из вас. Он пишет, такие были некоторые из вас. А дальше он говорит, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, духом Бога нашего. Какие чудесные слова. Омылись, осветились и оправдались. Омылись, осветились и оправдались. Наверное, глупо, когда человек грязный, зашел в баню, омылся, очистился там, переоделся в новые одежды, вышел из бани и снова плюх в грязь. Что вы скажете о таком человеке? Глупец. Но некоторые люди похожи именно на таких. Бог омыл их, очистил. Все грехи их перекинул за хребет, а они возвращаются опять к старому. Еще одно место, которое бы я хотел показать. Давайте мы откроем с вами это второе послание к Коринфянам. Обратите внимание, послание к той же самой церкви. Только уже второе послание. И здесь седьмая глава, десятый стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Апостол Павел показывает, и он говорит, что есть два рода или два вида покаяния. И мы, как люди верующие, мы должны уметь различать два вида покаяния. Одно покаяние, посмотрите, оно производит жизнь. Оно приводит человека ко спасению. А другое покаяние, оно приводит человека к смерти. Оно производит смерть. Одно покаяние производит жизнь, спасение. Другое покаяние наоборот. Вроде бы человек покаялся. Мы смотрим на него, но он вроде бы покаялся. Но на самом деле нет, он не покаялся. И здесь апостол Павел нам показывает два вида покаяния. Посмотрите еще раз, 10 стих. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. И так мы видим, в покаянии присутствует одна деталь. Какая? Печаль. Печаль. Что в истинном покаянии печаль, что печаль в ложном покаянии. Но есть два вида. О чем человек печалится? Когда человек согрешает, ему нужно совершить покаяние. Он приходит в печаль. И вот два вида печали. Здесь нужно быть очень внимательным. Печаль ради Бога и печаль мирская. Вы знаете, как часто я видел людей, которые, они печалились только лишь о том, что они сделали. Фактически, сожалели. Но если вы совершили грех, и вы сожалеете о том, что вы сделали, это не покаяние. Потому что покаяние, оно несет, оно включает в себя печаль ради Бога. То есть, что это значит? Это когда в человеке происходит изменение отношения ко греху. Вот что включает в себя истинное покаяние. Не сожаление того, что я сделал. Вы помните Иуда Искариот? Его конец был очень страшный. Он покончил с жизнью своей. Но мы также и знаем, что он принес свои 30 серебряников. И он хотел вернуть, вернуть. Он говорил, я предал кровь невинную. Он осознавал и даже исповедовал. Он говорил, да, я предал Иисуса Христа. Возьмите, мне не нужны эти деньги. Я предал. Но это не было покаянием. Это было всего лишь сожаление о содеянном. Поэтому его печаль мирская привела его к смерти. Не сожаление, братья и сестры. Но, Библия говорит, изменение отношения ко греху, печаль ради Бога, она является в себя в том, что мы начинаем смотреть на грех так, как смотрит Бог. А как Бог смотрит на грех? Как Он смотрит? Наш взгляд на грех должен быть таким взглядом, как смотрит Бог. видеть грех, как видит грех, как видит Бог. Грех в глазах Бога является отвратительным, гнусным. Послушайте меня внимательно. Но если грех после вашей печали и вашего покаяния все еще вызывает в вас желание повторить его, вы не раскаялись по-настоящему. Вы просто сожалели о том, что вы сделали. Но истинное покаяние, оно меняет гляжь и чувство отношения к греху. Вы начинаете смотреть на грех, как смотрит Бог, как видит Бог его. Вы никогда не прикоснетесь к чему-то отвратительному, гнусному. Но если вы вновь и вновь желаете делать этот грех, и ваше покаяние заключается всего лишь «Господи, прости!» И вот вы опять смотрите, эта пачка сигарет, она продолжает находиться в вашем кармане. Это не покаяние. Знаете, если вор читает молитву покаяния, но при всем при этом ворованные деньги остаются у него в кармане, он не покаялся, он по-прежнему остается вором. Какую бы он молитву не прочитал. Истинное покаяние, оно приводит к печали, это правда. Ложное покаяние тоже приводит к печали, но истинное покаяние, оно заставляет нас не просто сожалеть, а соделанным. Оно меняет наши отношения ко греху. Оно отвращает нас от греха. Вы знаете, вот многие люди не грешат, знаете, по какой причине? Они боятся расплаты за грех. Они смотрят, они понимают, если я согрешу, о, Бог меня накажет. Конечно. Страдающий плотью перестает грешить. Это так. Бог в воспитательных мерах так пытается уберечь нас от этого проклятия, чтобы мы унаследовали жизнь вечную. И очень часто наша плоть страдает, чтобы мы не грешили. Апостол Павел проходил через это. жало вплоть было дано ему, чтобы он не гордился, не превозносился перед другими людьми, получая такие великие откровения. Но многие люди не грешат, потому что они боятся возмездия за грех. Послушайте, но это не покаяние. Если вы боитесь наказания, это не покаяние. Изменения на грех становятся совершенно другой. Совершенно другой. Мирская печаль. Я встречал таких людей, которые каялись, плакали, только потому, что их прижали к стенке. Муж смотрел порнографию по ночам. Жена увидела, она говорит, милый, ты что, ты мне говорил, что ты любишь меня? Она увидела. И он начал плакать. Он говорит, ты знаешь, прости меня, я согрешил. Он понимал, что его брак на грани, у них дети. Он понимал, что он теряет семью. Он начал плакать. Прости меня, пожалуйста, прости. А я задаю вопрос. Я говорю, знаешь, если бы этот грех, его бы никто не увидел, он бы не обнаружился. Ты продолжал бы его делать? И он молчал. Но истинное покаяние, оно производит нас отвращение. Еще раз я хочу повторить. Если после покаяния грех все еще вызывает в вас желание грешить, вы тянетесь к нему, вы оставляете какие-то лазейки, входы, вы не покаялись по-настоящему. Это печаль, но она мирская. И рано или поздно она приведет к вас к смерти. Вот о чем говорил апостол Павел. Вы читаете вот эти притчи, о которых говорил Иисус. Помните притча о плевелах. На поле растет пшеница, но еще и плевелы. Что такое плевелы? Плевелы это такое растение, которое очень сильно похоже на пшеницу. И на ранних стадиях вы ни о чем не отличите. То есть, наверное, только очень опытный агроном может отличить вот это вот пшеница, а это плевел. Но на начальном этапе никто отличить не может. Одинаковы все. Но Бог говорит, посмотрите, на моем поле есть пшеница, а есть плевелы. И знаете, кто такие плевелы? Плевелы это те, которые так и не покаялись по-настоящему. Которые пришли в церковь, но так приняли даже Иисуса Христа, согласились с Ним, но так и не покаялись в своих грехах. И поэтому апостол Павел писал, братья, сестры, друзья, дорогие, не обманывайтесь, не обманывайтесь, неправедные люди Царство Божие не наследуют. А мы с вами, мы с вами взятые из этого мира, омытые, освященные Богом и Духом Святым, оправданные кровью Иисуса Христа, именем Иисуса Христа. Мы призваны с вами жить праведной жизнью. Аллилуйя! Мы призваны с вами жить праведной жизнью, чистой жизнью во Христе Иисусе. Поэтому они и дивятся. Они говорят, вы ненормальные. Они и дивятся, потому что мы не участвуем с ними в их делах. Мои друзья, знакомые по старой жизни, они приходили ко мне, говорили, Денис, у тебя все в порядке, ты не изменяешь своей жене? Как такое может быть? Неужели ты, я говорю, нет? Ну мы же знаем тебя, ну как так можно, так долго, ты живешь с одной жизнью? То есть, вы понимаете, у них это норма? Я не знаю, наверное, подруги бы тоже приходили и говорили моей жениках, ты не изменяешь своему мужу, ты что? Можете себе представить, какой каламбур? Я говорю, нет. И они девятся, они говорят, слушай, как ты Новый год без алкоголя, как такое может быть? Ха-ха-ха! Они не девятся, потому что я не участвую с ними в этом разврате. Но если они не девятся, если мы ничем не отличаемся от этого мира, гроз цена нам, как людям верующим и как церкви, мы должны быть светом этому миру, мы должны отличаться от этого мира, как покаяние, истинное покаяние. В нас должно произойти истинное покаяние. И удивительно, брат Евгений говорил об этом в четверг, удивительное чудо рождения свыше, рождение свыше. Пришел верующий один человек ночью к Иисусу, имя его Никодим. И он начал там рассказывать ему, Иисус, да, мы верим, что ты от Бога, что ты пришел, а он говорит, подожди, тебе нужно родиться свыше. Почему? Потому что я имею беспокойство о тебе. Если ты не родишься свыше, если в твоей жизни не произойдет истинного настоящего покаяния, ты не войдешь в Царство Божие, ты никогда не сможешь переживать Бога, быть с Богом в Его присутствии, слышать Его, это чудо, которое Бог совершает в жизни человека. Поэтому Христос говорил, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, придите ко мне, покайтесь пред Богом, возьмите иго мою на себя, бремя мое, оно благое, оно легко. А вот оно, истинное Евангелие. Но когда нам говорят, знаешь, выйди сюда, или тебе нужно покаяться, а что нужно? Ну, повторяй за мной, молитву покаяния, ну, повторил, ура, аллилуйя, он покаялся, молитву покаяния прочитал. Ты уверен в том, что в нем была печаль по Богу? Если ты ни разу не сказал ему о грехе, если ты не указал ему то, что он делает, ведет его к погибели, нет, навряд ли, навряд ли. Проповедь о законе Божьем, о заповедях Божьих, именно это приводит человека к покаянию, заставляет его задуматься. Поэтому наша, наша жизнь, наша проповедь покаяния. Покайтесь. Что нам делать, люди говорят, вы распяли Господа Иисуса Христа своими грехами, что нам делать? Покайтесь и посвятите свою жизнь на служение Богу. Вот оно, вот оно, Евангелие, вот Евангелие, которое спасает, которое приводит человека к истинной жизни вечной. Поэтому, братья и сестры, может быть, в вашей жизни есть какой-то грех, может быть, есть какая-то вещь, которую вы лелеете, которую вы так окутываете, спрятали там внутри своего сердца, бережете что-то, что-то там в гараже может быть какой-то, что-то спрятали, не знаю там, или в интернете какую-то закладку сделали там, любуйтесь там, разберитесь с грехом. Апостол Павел строго-настрого предупреждал. Вы не знаете, что вся наша жизнь, она пишется, она записывается. Вы не думайте, что никто не видит. Ангелы постоянно видят то, что мы делаем. Послушайте, они постоянно рядом с нами. Не думайте, что вы один. Мы никогда одни не остаемся. Вы слышите? Никогда. С нами всегда кто-то присутствует. Если не в физическом, ну, ну, не в физическом состоянии, то в духовном всегда. Я уже не говорю о Святом Духе, который пребывает, живет внутри нас. Братья и сестры, остановитесь. Я обращаюсь к тем, кто находится в этом. Остановитесь, примите решение, посвятите свою жизнь Господу Иисусу Христу. И Божий мир наполнит вас. Аминь. Встанем на наши ноги тогда. Аминь. 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 Давайте мы возьмем некоторое время для молитвы. Каждый из нас пусть на своем месте помолится, заглянет в свое сердце. Может быть, есть люди, которые особо нуждаются в молитве. Вы чувствуете, что в вашей жизни есть что-то, что мешает вам. Вы не можете от этого освободиться. Никто не будет заставлять вас что-то рассказывать здесь. Мы просто хотим помолиться за вас. Если вы это чувствуете, можете пройти вперед. Мы помолимся за вас, особо благословим вас. Попросим, чтобы Господь что-то сделал, освободил, возможно, вас. Можете это сделать во время молитвы, когда мы будем молиться. Давайте так мы возьмем время, побудем в тишине, пред лицом Господа. Аплодисменты. Аплодисменты.